В своём так называемом бизнесе молодой пинчанин использовал самых безобидных граждан – детей и стариков. Им он сбывал фальшивые деньги. Схемы сбытал же, купюр разные. Детям предлагалось купить чипсы, а сдачу вернуть. У пенсионеров же преступник просто покупал овощи. Первый случай подделки динаминированных белорусских рублей в Пинске был зафиксирован сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Пинского ГУВД в минувшую пятницу. Жительница города Пинска, пенсионерка, обратилась в отделение Беларусьбанка с целью поменять белорусскую купюру нового образца достоинством 5 рублей, поскольку она поясняла, что залила её водой. При предъявлении данной купюры кассиру отделения было установлено, что данная купюра вызывает сомнение в подлинности. Вскоре в Пинский межрайонный отдел Госкомитета судебной экспертизы поступило уже три денежных знака Нацбанка Республики Беларусь номиналом 20 и 5 рублей образца 2009 года. По результатам исследования сотрудниками отдела было установлено, что данные купюры попросту распечатаны на струйном принтере, а не на предприятии, что выпускает денежные знаки Нацбанка Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело, Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по признакам преступления предусмотрено статьей 221 Главного кодекса. В отношении граждан, которые занимаются подделкой денежных знаков в соответствии с статьей 221 Главного кодекса, их действия могут быть наказаны лишением свободы вплоть до 15 лет лишения свободы. По словам экспертов, выявить фальшивку достаточно легко. Данный денежный билет не обладает какими-либо специальными средствами защиты, то есть отсутствует водяной знак, неправильная цветопередача. Мы видим невооруженным глазом, что неровные края обрезаны под неправильным углом, неправильные размеры, часть изображения обрезана, отсутствует защитная полоса, которая легко заметна для простого обывателя. Также на ощупь они очень тонкие. Также в некоторых местах имеются расплывы красящего вещества. Пятеро суток в Пинске то и дело всплывали поддельные купюры. Пинскими правоохранителями проводились оперативно-розыскные и поисковые мероприятия по установлению изготовителей и распространителей подделок. 16 августа фальшивомонетчика милиция задержалась по личным. 16 августа уже в вечернее время были непосредственно задержаны, установлены и задержаны лица подозреваемые в совершении данных деяний. Значит им оказался молодой парень, который ранее уже имел, скажем, отношение к нарушению закона. То есть он был судим за кражи, отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа, откуда самовольно место отбывания наказания оставил и вот начал заниматься такой преступной деятельностью. В настоящее время в Пинске зарегистрировано 7 фактов сбыта фальшивок, 5 купюр номиналом 5 динаминированных рублей и 2 номиналом 20 рублей. В связи с этим хочется обратиться к гражданам и напомнить, что в многих организациях, банковских учреждениях, магазинах существуют информационные стенды, на которых освещена информация о способах защиты, легальных денежных средств, признаках денежных средств, которых необходимо знать каждому для того, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков. В эти дни проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других фактов.